Волна увольнения в системе ГУФСИН при Камье. Постов лишились начальники двух исправительных колоний и одного следственного изолятора, сообщает 59.ру. Речь идет об исправительной колонии строгого режима номер 10 в Чусовом, скандальной Соликамской колонии номер 9, а также Пермском СИЗО-1. Глава регионального управления Юрий Лымарь причиной массовых увольнений подчиненных назвал их недоработки, а также добавил, что рапорт об увольнении уже предложено написать и начальнику колонии номер 37 в Чусовском районе в связи с постоянными жалобами. В Перми арестовали 44 партии аналогов запрещенного в России с НЮСа, не курительной, не катиносодержащей продукции. Краевой Роспотребнадзор за три дня проверил три сотни торговых точек, продающих табачную продукцию и аксессуары. В 28 из них обнаружили опасный товар. В общей сложности специалисты арестовали почти сотню упаковок, в каждой из которых от 20 до 24 порций. В стране отмечен рост распространения и потребления, в том числе среди детей и молодежи, никотиносодержащей продукции. Аналога запрещенного в Российской Федерации с НЮСа, где табак заменен на никотин. Приобретение указанной продукции не имеет законодательно установленных возрастных ограничений, что создает прямую угрозу причинения вреда здоровью детского и подросткового населения вследствие неконтролируемого употребления никотина. В шести торговых точках не было документов, подтверждающих соответствие продукции обязательным требованиям. Кроме того, на товаре не оказалась информации об изготовителе, либо она не была переведена на русский язык. На виновных составили протоколы об административном нарушении. Об опасности никотиновых аналогов с НЮСа телевизионная служба новостей рассказывала уже не раз. Ты делаешь на четыре свежих? Да, да, вот раз. В одной дозе этого зелья содержится лошадиная доза никотина, эквивалент трех пачек сигарет. При рассасывании такого пакетика его убойное содержимое через слизистую моментально попадает в кровь. Передозировка никотина приводит к психозам, перевозбуждениям смерти. Нужны пожарные меры по сдерживанию или полному запрету оборота такой продукции. У нас, к сожалению, есть случаи, когда отравление среди несовершеннолетних, в том числе даже 13-14-летние подростки, 15-летние подростки, не попадает в реанимацию. И, естественно, это кончается очень печально, потому что это может сопровождаться инвалидностью потом в последующем, либо даже вплоть до того, что нарушается функция работы головного мозга. И поэтому, естественно, уже можно говорить о неком даже слабоумении. Региональный Роспотребнадзор обнаружил также 11 сайтов, предлагающих купить никотинсодержащую продукцию. Надзорный орган уже обратился в суд, требуя признать рекламную информацию об аналогах с Ньюса запрещенной. Проверки торговых точек продолжаются. Напомним, что в Прикамье планируют запретить продажу несовершеннолетним никотинсодержащей продукции. Соответствующий законопроект готовит Краевое министерство территориальной безопасности. Юлия Алеева, Михаила Сетров, Телевизионная служба новостей. Пермские троллейбусы. Чем не новогодний подарок? Городские власти оформляют передачу освободившегося подвижного состава муниципальному предприятию Березняков. Коммерсант Прикамья сообщает, что это может произойти еще до конца года. Безвозмездная передача троллейбусов в столице Верхникамья обсуждалась сразу после решения о закрытии их движения в Перми. Напомним, последний рейс пермский троллейбус выполнил минувшим летом, в ночь на 1 июля. Своё решение городские власти тогда объяснили низкой эффективностью этого вида общественного транспорта. На них достаточно низкий пассажиропоток, при этом необходимо обслуживать инфраструктуру, достаточно дорогостоящую, это контактная сеть, опоры контактной сети. При этом троллейбус, вот мы с вами знаем, что по шоссе космонавтов, там участок, где достаточно часто бывают пробки, да. Но если автобус, он может ехать быстрее, объезжать какие-то участки, троллейбус нет. В зависимости от технического состояния в Березники могут отправить от 42 до 85 единиц электротранспорта. Легенды древней Пармы в центре Перми. С этой недели в столице Прикамья начинают работу ледовые городки. Комплексы из снега и льда разместили во всех районах города. Уже работают городки в Свердловском районе и Новых Ледах. В субботу откроются в Мотовилихинском, Орджоникидзевском и Кировском районах. Центральный ледовый комплекс начнет принимать гостей в начале следующей недели. Его пока продолжают возводить. За ходом работ понаблюдала наша съемочная группа. Самый масштабный за всю историю ледовых комплексов в Перми. Городок легенды древней Пармы займет в центре города более 23 тысяч квадратных метров. В этом году ледовый городок объединит три квартала эспланады. Основная его часть по традиции разместится на площади перед законодательным собранием. Сейчас здесь заканчивается масштабная стройка. Для того, чтобы воплотить идею архитектора, на площадку завезли 2000 тонн льда. Это примерно 35 грузовых вагонов. Из этого ледяного хрусталя несколько бригад скульпторов возводят 12 архитектурных зон, посвященных древней культуре и истории Пермской земли. 20 горок с 24 скатами. То есть функционал очень такой хороший. Будут горки и повыше для взрослых, детей постарше. Будут горки маленькие. Будет любимая малышами вот эта так называемая ледяная волна, катушка. Ну и плюс декоративные объекты, башни и так далее. Всё это в концепции общей идеи легенды древней Пармы. Монтаж блоков на деревянный каркас, склейка водой, выпиливание формы узоров, завершение затирка снега. И архитектурная форма готова. Скульпторы говорят, проект несложный, но реализовать его оказалось не так просто. Температура воздуха далека от идеальных для работы сальдоу минус 15. Самая большая трудность нынче это в общем-то погода. То есть сначала была оттепель три дня, потом какой-то мокрый снег, потом дождь, потом день мороза, потом опять дождь. Если пару суток тепло, лед начинает как-то насквозь пузыриться, становится пористым, от этого хрупким и от этого непрозрачным. Несмотря на капризы природы, завершится стройка главного пермского ледового комплекса 29 декабря. В этот день пройдет техническое открытие. А для гостей двери городка откроют в понедельник 30 декабря в 18.00. Ждем сюда всех горожан, посетителей, приезжих, гостей нашего города. Конечно же состоится новогодняя ночь с 31 декабря на 1 января. И полноценной творческой программой городок начнет жить с 3 января. С 3 по 8 января на территории легенд Древней Пармы начнет работать приемная Деда Мороза. По вечерам будут проходить концерты и интерактивы с детьми. Простоять по планам организаторов городок должен до 1 марта. Татьяна Овсяникова, Александр Худяков, Телезионная служба новостей. Наградить лучших. Пермское землячество вновь начинает принимать заявки на Строгановскую премию. Лауреатов определят уже в 15 раз. А впервые эту общественную награду вручили в 2006 году. Номинаций, как и прежде, шесть. Кроме того, есть еще один приз. Он носит название «Общественное признание». В этой части победители определяют при помощи интернет-голосования. Подробности у Олега Романова. С началом нового 2020 года стартует очередной отборочный цикл. Организаторы напоминают, что претендовать на премии могут только те, кто еще не становился лауреатом. У нас очень часто подают все-таки повторно с достижениями выдающихся пермяков. И не допускается в соответствии с положением самовыдвижения. В случае самовыдвижения тоже каждый год бывает. И мы с извинением возвращаем документы или информируем заявителя, что у вас должен выдвинуть кто-то. Поэтому нужно взбудоражить Пермь. Планка поднята уже очень высоко. И сохранить ее на прежнем уровне – это, в общем, большая ответственность. Но, к счастью, каждый год на церемонии вручения Строгановской премии мы убеждаемся в том, что Пермский край – это, в общем, настоящее месторождение талантливых, ярких людей. Людей, которые добиваются успеха в тех делах, которые становятся делом их жизни. И мы уверены в том, что этот год не станет исключением. Отметим, с прошлого года размер премии повысили вдвое – с 250 тысяч рублей до половины миллиона. Кроме того, победителям вручают серебряные знаки лауреата, бронзовую статуэтку Аники Строганова и диплом. Награды, кстати, до сих пор находят своих героев. Мы должны закрыть эти долги за выдающиеся заслуги в 2017 году. Вот. И поэтому у нас вот здесь один… Перед кем мы должны в первую очередь – это Скомарохов Михаил Юрьевич. Михаил Юрьевич, мы вам не вручили вот такой диплом. Спасибо. Такой диплом. Значит… Радости. Спасибо. Вежий номер, вежий номер. Олег взял. Спасибо. И календарь строго-то. Спасибо. Счастливого мероприятия. Там будут фотографии и так далее. Спасибо. Всех вам благ, здоровья. Перейдите себя. Вы нам очень нужны. В этом году торжественная церемония награждения лауреатов Строгановской премии пройдет в Москве. Место и дату определят позднее. Предварительно решили, что все проведут в конце мая или начале июня. Олег Романов, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей. Искусство на пользу тяжелобольным детям. В Перми стартовал благотворительный фестиваль под названием «Всякое добро». В течение нескольких дней на разных городских площадках будут идти концерты, выставки, театральные представления. Вырученные от мероприятий средства направят в фонд Дед Морозим. На одном из первых событий побывала наша съемочная группа. Классическая живопись, абстрактные композиции, произведения наивного и актуального искусства. Словом, работы на любой вкус. Всего больше десятка произведений, в основном пермских авторов. Экспозиция открылась в Центре городской культуры на Пушкино-15. Все эти работы продаются. Их можно приобрести на онлайн-аукционе, который уже стартовал на портале 1плюс1. Организаторы рассказывают, когда обратились к художникам с просьбой предоставить работы, и встретили полное доверие. Мы спрашивали о том, какая же работа может быть предоставлена. И художники говорили, выбирайте, какую вам, какую считаете необходимым. И давали абсолютно карт-планш. И поэтому здесь представлены произведения, наиболее знаковые, значимые, мощные, по своему формальному и символическому языку. Борьба за лоты продолжится до 6 января. Говорят, в прошлом году участие в онлайн-торгах приняли жители разных городов страны, в том числе Москвы и Калининграда. Аукцион — первое событие благотворительного фестиваля под названием «Всякое добро». Он проводится второй год. Все средства, вырученные от продажи произведений искусства, направят в фонд «Дед Морозим». Его специалисты говорят, эти финансы будут потрачены на экстренные нужды подопечных фонда. Благодаря, например, прошлому году нам удалось отправить двух детей, одного в Москву, на обследование. Благодаря этому девочки вовремя заметили рецидив онкозаболевания. А второму ребенку, наоборот, помогли вернуться из Москвы после тяжелого лечения в Пермь, чтобы он мог быть дома. Ну и также были закуплены расходные материалы для техники, поддерживающей дыхание. В этом году фестиваль насыщен событиями, особенно музыкальными. К примеру, в частной филармонии «Триумф» выступят известные пермские коллективы «Пятый корпус» и «Парамоунт Блюз». Концерты с участием разных пермских групп будут идти с 3 по 5 января на разных площадках города. К нам присоединились несколько кофеин, чайная, бары. То есть форматы самих мероприятий будут разные. Интересный формат в этом году — это формат квартирника. Это отдельная площадка, творческое пространство, не сцена, а ажиотаж. Там в основном занимаются люди театральные. И атмосфера на ней будет создана тоже такая театральная, уютная, интересная, неформальная. Вход на мероприятие платный. Все средства от концертов, поэтических и театральных вечеров также поступят в фонд «Дед Морозим». Подробнее узнать о событиях фестиваля можно в специальных группах в соцсетях. Юлия Зыкова, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей. На этом у меня пока все, но вечер на Рифеи продолжается. Не переключайтесь.